Мистические события происходят в Иванове. Как иначе объяснить эти аномалии? 15 ноября в областном центре появилась первая диагональная разметка. Зебру нанесли на перекрестке улиц Ермака и Тимирязева. Обустроили подходы к пешеходной дорожке, обещали отрегулировать светофор. Десять дней спустя зебра исчезла. Я тоже не поняла, куда она делась. Снег пошел и все, и куда-то делась. Ну, неделю-то, наверное, продержала. Я думаю. Пешеходы, которые не знают о существовании невидимой разметки, переходят дорогу по старинке. Вот только зеленая фаза пешеходного светофора по-прежнему слишком короткая для того, чтобы перейти даже одну проезжую часть. Чтобы пересечь вторую, нужно снова ждать. Но большей опасности себя подвергают те, кто знает о диагональном переходе. Красный сигнал светофора загорается чуть ли не на середине пути пешехода. А водители не видят зебры. Только человека посреди перекрестка. Кто виноват? В администрации ссылаются на активное движение. Обещают пластиковую разметку нанести уже в новом сезоне. Но тогда вполне резонным будет вопрос, зачем наносили эту? И сколько стоила зебра, которая продержалась всего неделю? Дорогая мэрия, где все-таки зебра, давайте обратимся к людям, давайте сделаем для нее еще раз эту зебру. Может быть из более качественных материалов, где будет удобно. Ну и все-таки протяженность, длина времени, тот промежуток времени, он должен быть длиннее. То есть давайте учитывать, что у нас есть люди пожилого возраста, им было бы удобнее, когда бы промежуток времени был более длиннее. Еще один Ивановский Бермудский треугольник – новый светофорный объект Вавдотина. Он обошелся бюджету почти в миллион рублей. Официально объект запустили 20 ноября. Только после того, как обчитались о том, что светофорный объект работает, выяснилось, что знаки здесь все еще установлены во временном режиме. В городской администрации все неполадки нам обещали устранить в течение недели. Неделя прошла, ничего не изменилось. За исключением одного – светофор снова не работает. А значит, пока нет обещанной регулировки светофорного объекта с учетом времени суток. А знаки, разбросанные в хаотичном порядке, вкупе с неработающим пешеходным светофором, могут стать причиной ДТП. Вот и интересно, когда же прекратится вот это вот мигание, чтобы легче было переходить. Ну и вообще удобно, чтобы было для машин, для тех же. Это все равно, что без светофора.